По закону любая постройка и земельный участок должны быть зарегистрированы. Не только для того, чтобы налоги с дачников собирать, а в первую очередь для подтверждения прав собственности. Без нее дома и участок не продать, не завещать и не подарить. Что касается земельных участков, ну, 92-й год, земельная реформа всем жителям сельской местности, владельцам, пользователям земельных участков были предоставлены лесодоводство, огородничество, дачное хозяйство, были выданы свидетельства на право собственного земли. Была массовая выдача этих свидетельств. Зачастую вид права либо не указан, либо было по жизни наследственным владениям, либо пользу, либо где-то собственность. Поэтому независимо от того, что указано в этих свидетельствах, имеют право зарегистрировать свое право собственности на этот земельный участок. Многие россияне имеют дома, дачи, садовые участки, на которые невозможно получить право собственности в обычном порядке из-за отсутствия необходимых документов. Дачная амнистия позволила оформить в собственность такое имущество. Теперь бегать и собирать какие-то дополнительные справки нет необходимости. В настоящее время никаких изменений в регистрации прав на земельный участок нет. Однако алгоритм оформления жилых строений, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства, несколько изменился. Сейчас проводится постановка на кадастровый учет на основании технического плана, который готовится на основании декларации, которая подготавливает сам правообладатель этого строения. Вначале ставится на кадастровый учет в соответствии с техническим планом такого объекта недвижимости, а затем происходит регистрация прав на основании того, что он стоит на кадастровом учете и прав на земельный участок. Что касается индивидуальных жилых домов на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, то здесь изменились требования к подготовке технического плана. Теперь технический план подготавливается на основании разрешения на строительство индивидуального жилого дома, проектной документации. Если отсутствует проектная документация, то точно так же, как и по жилым строениям на земельных участках для садоводства и дачного хозяйства, вместо проектной документации прикладывается, докладывается, документом является одним из документов, декларация на этот объект недвижимости. Так называемая дачная амнистия продлена до 1 марта 2020 года. За это время можно оформить в собственность дома, садовые участки и дачи. Ведь если этого не сделать, их нельзя будет не только завещать и передарить, незарегистрированную дачу, к примеру, могут снести как незаконную постройку, если такое решение примет суд. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...